Друзья, всем привет! Меня зовут Андрей Лоскович, компания Гарант Ремонт. И сегодня мы покажем обзор проекта старого жилого фонда, где мы все работы выполняли под ключ. Помимо работ мы также комплектовали данный проект. Это у нас будет санузел и ванная комната. Давайте по порядку. Итак, друзья, вот наш небольшой санузел. До перепланировки он был немножко по-другому. Был на поле у нас унитаз. Мы сделали полностью весь демонтаж данного санузла, поменяли всю внутри сантехнику. Мы всегда в своих ремонтах отдаем предпочтение инсталляции и подвесному унитазу. И поэтому мы выпустим отдельный видеосюжет и расскажем, почему так. Данный унитаз это бельгийский луковарес. Мы сами его импортировали из Европы. Инсталляция здесь у нас стоит TESER. Два вида плитки. Одна глянцевая, другая у нас темное под дерево. Инсталляция, надо стараться, всегда мы зашиваем гипсокартоном. Делаем мы обычно люкс-фольтового монтажа. Но в последнее время перешли на вот такие вот красивые шкафчики. Почему именно так? Во-первых, очень компактно размещается. Можно сделать какую-то полку вот здесь, допустим, открытую. Кстати, она уже часто очень встречается тоже в наших ремонтах. И максимально задействуем полезное пространство. То есть, видим, у нас водонагреватель здесь стоит на случай отключения воды. Также мы разместили вентилятор. Сверху сделали решетку. То есть, когда у нас двери закрыты и вентилятор работает, он весь воздух вытягивает через ту вентиляционную решетку. И видим, здесь у нас полочки, где хозяйки могут поставить какие-то нужные для них средства. Это, на самом деле, очень удобно. И берите это на вооружение, делайте всегда именно так. Потому что, когда люк скрытого монтажа, у нас получается очень мало места. И практически все место, которое у нас остается там, мы его просто-напросто хороним. Полностью всю самотехнику мы поменяли. То есть, здесь было на металле. Мы все обрезали, перешли на поле папилен. И поставили фильтра грубой очистки на холодную и горячую воду. Так как здесь у нас стоят итальянские смесители от фирмы Pafone. Так, друзья, у нас в этом месте обычно всегда очень мало его. То есть, там места, потому что идут у нас основные коммуникации. И очень трудно вписать сюда какие-то фильтра. И особенно крупный водонагреватель. Но мы обычно стараемся в своих проектах это все дело немножко сузить. Либо наоборот, раздвинуть. Чтобы получилось сместить водонагреватель. Вентилятор, допустим, который, кстати, включается вместе с освещением. Это очень важный момент. И фильтра. Здесь в данном случае было очень трудно расположить фильтра. А потом пришлось сделать из металла такое крепление, на которое вынесли отдельно колбу на горячую воду. То есть, мы, скажем так, удлинили эту ступеньку. И на эту ступеньку прикрутили уже наш фильтр горячей воды. Тем самым, продлинили его вперед. И, ну, скажем так, нашли место для его расположения. Обычно в таких ремонтах мы делаем вибро- и шумоизоляцию основного канализационного стояка. Но поскольку это у нас предпоследний этаж и стояк у нас чугунный, мы решили отказаться от данной операции. Так как это бы настолько раздуло бюджет наш и не принесло никакой пользы. То есть, деньги были бы потрачены в пустую. И обычно в таких санузлах, когда присутствуют у нас вот такие вот полки, по согласованию с заказчиком мы делаем здесь скрытую подсветку. Смотрится, в принципе, неплохо. Были у нас проекты, где мы разделяли основной свет и данную подсветку. Но делать, скажу наперед, сразу так не стоит. Так как никто не будет к вам приходить и включать отдельно скрытую подсветку, либо отдельно тот свет. Если же мы все-таки делаем вот эту скрытую подсветку, то тогда, чтобы она включалась одновременно с основным цветом. То есть, делается это просто для красоты, чтобы наша полочка красиво подсвечивалась. Друзья, поскольку у нас вентилятор скрытый, то есть, внутри, в шкафу находится. Как я говорил ранее, мы сделали там вентиляционную решетку сверху. Делается это очень просто. Берем просто кусок такого же фасада, делаем опуск на нужную нам высоту. В данном случае у нас было порядка 12 сантиметров опуск. И врезаем туда нашу решетку. И уже к этому фасаду мы прикручиваем наш основной натяжной потолок, сзади сделав деревянную закладную. Итак, друзья, сложности в ремонте у нас составляли еще вот здесь однопольное покрытие. Так как оно уже у нас было очень давно. Вот, плитку и уровень пола нам пришлось немножко приподнимать под это существующий уже пол. Чтобы сделать все красиво, примыкание, без порогов, в одном уровне. Получилось очень круто. Итак, друзья, плавно мы переместились в нашу ванную комнату, которую также мы все работы делали под ключ. Всю сантехнику мы здесь поменяли. И черновую трубу, и всю чистовую зашла у нас новая. По ванной полностью был сделан демонтаж. И наш потолок у нас также натяжной. Одным из ключевых решений для хозяйки данной квартиры была большая ванна. Она здесь у нас 75 на метр 70. Вот. И по задней части ванны, сейчас мы вам это дело покажем, мы реализовали глубокие полки, чтобы там можно было хранить какие-то вещи. Дальнее решение всегда актуально у нас в наших ремонтах. Очень хорошо оно у нас так оценивается, и людям приходится по душе такое расположение. Итак, друзья, вот за этой стенкой у нас располагаются все наши коммуникации, которые находятся в самом узле. И полотенцесушитель, который у нас висел вот здесь, кстати. Вот здесь висел у нас полотенцесушитель. Нам пришлось его переместить вот аж сюда. Не бойтесь так делать. На самом деле, если соблюдать все нормы и правила размещения полотенцесушителей, то все будет у вас хорошо, и полотенчик будет греть. Главное не заужать у нас диаметр, и основной стояк тоже, чтобы был нужный диаметр. Для чего мы это сделали? Мы разместили здесь смесители струнного монтажа. Кстати, сантехника здесь итальянская, фирма Pafone. Мы ее часто реализуем в своих проектах. Очень клево она смотрится, и главное, качественно выполнена. Смеситель скрытого монтажа двух режимный. Один режим переключает у нас лейку, другой режим у нас переключает тропический душ. И второй смеситель у нас здесь же, в этой же ванной, для набора самой ванны. Ванная хозяйка захотела, чтобы была у нас металлическая. Вот я больше за аквиловые ванны. Ну, в данном проекте решили сделать ванную металлическую. Под ванной, экран ванны, мы полностью зашили гипсокартоном и облицевали плиткой в основной тон, как идет по ванной. Вот. Так. Дальше у нас уже немножко было вступление по проекту. Была у нас подвесная тумба с умывальником. И сверху, по нашей рекомендации, разместили зеркало с подсветкой. Как-то так. Итак, друзья, компоновка данной ванны такова, что сама ванна у нас становится при входе, параллельно входу, грубо говоря. По задней части мы разместили, как я уже говорил, полки. Слева сразу у нас было место для размещения стиральной машины. И на стиральной машине мы разместили полотенцесушитель. Это очень удобно еще раз повторить, что из стиральной машины сразу вынимаешь вещи, и есть возможность повесить на стиральную машину. Вот. И с этой стороны мы повесили, как я уже говорил, умывальник. Вот. Между умывальником и ванной у нас есть небольшой зазор для вот такой вот, скажем так, шторки. Люди не захотели ставить здесь стеклянную такую перегородочку для того, чтобы принять нормально ванну с верхним душем. Вот. А пожелали вот такую вот сдвижную перегородочку в виде плеенки. Решение практичное, но, наверное, не очень совсем эстетичное. Больше в ремонтах у нас все-таки присутствует жесткого типа перегородки. Друзья, я надеюсь, обзор был для вас интересен. Если это так, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Заказать ремонт можно будет в описании. И также не забывайте, что мы импортируем качественную сантехнику из Европы, и все эти вещи можно купить у нас. То есть заказать работу и полностью укомплектовать ваш проект. Гарант ремонт. Вся суть в мелочах.